О результатах деятельности Министерства внутренних дел по Карачево-Черкесии за первое полугодие 2024 года озвучили на пресс-конференции. В мероприятии участвовали представители различных подразделений МВД Республики. Большая часть вопросов касалась преступлений, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Альбина Ламкова продолжит. Я хочу отметить, что основным и главным фактором, негативно влияющим на оперативную установку, продолжает оказывать так называемые IT или киберпеступления, доля которых по итогам 6 месяцев этого года составила 42% от всех совершенных преступлений, а их рост продолжается уже составил 61%. Что касается тяжких, особо тяжких составов этих же преступлений, то их доля составила более 55%. То есть фактически каждое второе совершенное тяжкое, особо тяжкое преступление в нашей республике относится к так называемым киберпреступлениям. Тема вопросов на пресс-конференции от журналистов к стражам порядка была разная. Преступления, совершаемые дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности так называемого телефонного мошенничества, вызвали особый интерес. Был поднят насущный вопрос о финансовой грамотности жителей региона. Люди продолжают доверять мошенникам, лишаются денежных средств и персональных данных. И это несмотря на ежедневную работу по профилактике. Мероприятия с сотрудниками полиции проводятся в населенных пунктах по месту жительства граждан, в общественных местах, на автомобильных дорогах, а также в сети интернет и в средствах массовой информации. Прозвучал и наболевший вопрос. Многие жители республиканской столицы страдают от ночных гонок. Многие автомобилисты специально делают так, чтобы машины издавали как можно больше звука, тем самым нарушая не только ПДД по превышению скорости, но и общественный порядок в ночное время суток. Сотрудники полиции призывали сообщать о данных фактах. Реакция на такие сообщения незамедлительная. Ещё прозвучал вопрос об организации свадебных кортежей. Неоднократно обращались и в СМИ, и в соцсетях обращались и с просьбами, но, к сожалению, нарушения есть. Есть такие нарушения, выявляются. Районы передают, ближайший район, если выезжает, как кортеж свадебный, выезжает, устанавливает нарушители и составляется административный материал. Если в соцсетях анализируем сами, если увидим это, то также привлекается и итог выставляется в соцсети. Вопросы, которые были освещены на пресс-конференции, касались и оперативной обстановки в Корчаево-Черкесии, мер, принимаемых по противодействию преступности, охраны общественного порядка, расследования преступлений, миграционных процессов. Обсудили тему и профилактики, выявления, пресечения, расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении их. О вовлечении детей в криминальные схемы и преступные действия. То же самое, когда родители недосматривают, дети, вот как я уже говорил, обманывают, уходят, могут ночь где-то прогулять, остаться где-нибудь на лавочке. Ну, естественно, наши патрульно-постовые службы, все мы их находим. Ну, такая проблема имеется. Поэтому меры реагирования у нас в республиканском законодательстве работает в данном направлении. Анализ причин преступных действий в отношении несовершеннолетних показывает, что большинство из них совершаются тогда, когда дети остаются без наблюдения родителей или попечителей. Поэтому важно старшим быть бдительным всегда. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова